Всем привет, друзья! Вновь на Нижней Москва-еке. Сегодня долгожданная отепель, плюс два, идет небольшой дождь. Приехал на достаточно запрессованный участок реки, многим известный. Попробую сегодня поймать здесь кого-нибудь, даже самому интересно. Не буду терять времени, пошел ловить. Что-то сопротивляется, не знаю, может коряга все-таки? На меня пошла коряга, смотри, а? Все-таки не коряга сошла. Щука была, вон она. Короче, повисла вообще, даже не понял, что за поклевка. На новый виброхвостик, паловский цвет. Произошел первый контакт с рыбой, просто нависание и что-то мертвое вообще сидело, только под берегом начало сопротивляться. Видимо, не просек, но видел, щучка такая, может, за полкило весом была. Вот он, есть. На арбузик-то, а? Изишайнеровский. Что-то некрупненькое. Подвисла опять низовая проводочка. Кто это? Окунек, что ли? О-о-о, е-мое. Не окунек. Судачок. Прижал. Новый цвет. Резины. Отработал. Обрыблен, обрыблен. Арбузик. Судачок захотел арбузик. Ах, ты ж кто-то подвисал, блин. Кто-то опять хотел сожрать. Конечно, это не Пхукет. И не Куба. Но, тоже нормально. Плюс два. Да, в трусах не посидишь. А вот, пожалуйста, песочек, пляжик. Все нормально. Да, не клюет рыбы, дудки, тарпоны, каранксы, зеленушки, бычки там, скорпены. Вообще ничего не клюет. А зато, зашибись вообще. Сидишь на пеньке и кидай себе в канавку. Может, то ведь приплывет рано или поздно клюнет. Многие спрашивают, каким узлом, говорит, привязываю. Продели. Петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда. И туда. Опа. Все нормально. Ага. Нормально. Сегодня таких я много наловил. По корягам, наверное, закрылся сегодня. Регулярный трофей москваецкого спиннингиста. Пакетик. Главное в рыбалке, это терпение. Терпение, друзья. Не клюет, не поклевки вообще. Только какие-то подвисы. Надо упорно кидать. Не сдаваться. Never give up. Есть, сидит кто-то. Что-то нормальное, походу, сидит-то. Буду аккуратненько тащить. Вообще с такого выброса взял. Мне кажется, он придавил. Как-то идет он. Ха-ха-ха. Понятно. Промахнулся, судак. На затаскивании на бровку с выброса самого. Такой какой-то легкий прижим был. Он то ли промахнулся, то ли просто стоял, попался здесь за жаберную крышку подальше. Ну что, такой пассивный клев. Может, сейчас под вечер что-нибудь заклюет. Где-то его надо домой. Пускай растет. Друзья, отпускайте всю пойманную рыбу обратно. Пускай она живет и растет. Как этот судачок. Будем дальше пробовать. Тяжелая рыбалка сегодня. Вообще какая-то жесть. Ух ты. Ах ты, что-то было. Что-то, по-моему, подвисал кто-то. Опять без поклевки. Тей. Ученые изобрели новый вид рыб. Рыба-падла. Не берет и все тут. Это Москва-река-февраль. То ли щуки стало мало в Москва-реке, то ли просто рыба не клюет. Говнеццо зато сегодня клевало. Отлично просто. Что только не поймал. Пакет. Коряги. Наконец-то. Ё-моё. Ну на самом выбросе, короче, повисло. Я боюсь, он сойдет. Это маленькое что-то такое, вообще, я не знаю, там, грамм 200. Я думаю, что это судачок. Ооо, да ладно, это берш. Ха-ха-ха, берш. Так долго мучился, кидал. Что только не перекидал уже. И вот такой вот бершик попался на изишайнер. Изишайнер, кстати, такой не очень популярный цвет у многих спиннингистов. Но у меня он почему-то в этом году работает вот такой вот. Такой пухленький такой, икриной, наверное. Ну что, я даже не знаю, что сказать, просто столько часов кидать, кидать, кидать. Ну хотя бы так. Опять же, повис, никакой поклевки сегодня. Все, что происходит, все происходит с подвисанием. Причем, независимо от того, какой груз кидаешь, тяжелый или легкий. Ну ладно, давайте его домой. Ленивый такой, смотри, ленивый, ленивый. Поплыл, поплыл, поплыл. Давай, 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 давай. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Была какая-то мега трудовая ловля просто. Заметил сегодня две особенности в характере поклевок. Их вообще как таковых не было. Это во-первых, рыба просто как будто прилипала, подвисала на приманке. И вторая особенность, все, что происходило живое на том конце лески, оно происходило достаточно далеко от берега, что не позволяло забросить туда более легкие веса. Не знаю, какова причина такого плохого клева. Возможно, низкое атмосферное давление. Возможно, февраль месяц глухозимия, как и везде, и на реке в том числе. Либо большой прессинг выходного дня. Не знаю. Друзья, ну мы можем сделать клев. Я думаю, значительно лучше, если мы будем отпускать всю пойманную рыбу. И поклевок у нас будет больше. И мы будем радоваться, а не так грустить, как я сегодня на реке. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч на водоемах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok